Девочки, всем привет! Меня давно не было. Сегодня я хочу сделать себе маникюр, правда только на одномке. Почему вы узнаете именно в этом видео, куда я пропала, почему только одна рука. И сегодня я хочу сделать маникюр, который, наверное, уже переделали все, кому не лень, но я так хочу. И у меня есть для вас новости, я думаю, что это будет полезно. Но прежде чем мы начнем, я хочу отметить здесь вот эту девушку и сказать огромное спасибо. Я искренне радуюсь каждому новому подписчику. И вот эти добрые слова эта девушка мне написала, и, наверное, они имели свое влияние и значение для сегодняшнего моего дня, этого влога в целом. И они пришли тогда, когда мне нужна была поддержка, поэтому я искренне благодарна этой девушке. И сегодня я буду делать маникюр и параллельно расскажу вам, что к чему, что поменялось, что вообще происходит. Думаю, будет многим интересно, долго думала делиться этим или нет. Нам, мне кажется, все люди разные, и кто-то, возможно, в моей ситуации, и я к тому же показываю свой рост. Итак, сегодня я буду делать маникюр на своих ручках и параллельно за кадром расскажу вам последние новости. Я думаю, что, возможно, многим девочкам это будет полезно услышать мою историю. Возможно, кому-то она покажется близка, и кто-то сделает для себя тоже выводы определенные. Я думаю, будет правильно напомнить немножечко о том, кто я, про что и так далее. Меня зовут Саша, повторюсь. Я начинающий мастер, который окончил онлайн-курс в Всемирной известной школе ЭМИ. Об этом мое прошлое видео, отзыв на онлайн-обучение. И, знаете, вот первая ступень, как только ты закончила курс, выпустилась, получил диплом, первое твои действия, твои решения, да, то есть ты должна принять решение, что ты будешь делать дальше. Ты идешь работать в салон, ты идешь работать на дом, или ты идешь работать в кабинет свой, да, в душ его, или, допустим, каворкинг, то есть аренда места в салоне. Но все равно от своего рода работать на себя. Вот это решение должно тобой быть принято. Расскажу, как было у меня. Я после курсов сразу пошла работать в кабинет. То есть, и, знаете, если многие девочки, которые обучались со мной на курсе, они параллельно работали еще, то есть не оставляли свою основную работу, да, обучались, и потом постепенно хотели перейти, то у меня ситуация была абсолютно другая. То есть я на тот момент уже нигде не работала. Я пошла проходить обучение, чтобы это было основной моей деятельностью. И в какой-то момент, знаете, я, наверное, подумала, что я сейчас быстренько вот это вот разгонюсь, у меня все получится такая заряженная. И все, в принципе, так и есть, да, все, в принципе, правильно, но на это нужно немного больше времени, чем я закладывала для себя. А так как мы живем в мире, вот, и реальность такова, что у любого человека есть определенные финансовые обязательства, которые не будут ждать, пока ты раскачаешься, пока ты наберешь свою целевую аудиторию и так далее, и будут только там, да, копиться и так далее, и тебе нужно это решать, то я, конечно же, пришла к тому выводу, что мне срочно нужна подработка. И я вот этим очень была задачна. Я начала искать подработку. И около моего дома, как вы уже поняли из названия обложки этого видео, у моего дома открылась новая пиццерия, в которую я устроилась как раз-таки. И устраиваясь туда, я думала о том, что мне нужна эта подработка, в первую очередь для того, чтобы у меня был какой-то определенный спасательный круг. То есть, чтобы я могла не переживать, моя голова не болела о том, что как будут оплачены мои основные обязательства. То есть, я делала ставку на то, что эта работа покроет мои основные обязательства. То есть, я устроилась два на два. Я рассчитывала, что два дня я буду там, два дня я буду заниматься маникюром. Вот. На самом деле, реальность такова, что на самом деле, сейчас, вот уже оглядываясь назад, я могу сказать, что это было неправильное абсолютное решение. И каждый коуч, каждый финансовый аналитик, финансовый психолог, финансовое мышление, специалист финансового мышления, я думаю, что все таких знают. Кия-Саки, пожалуйста. Каждый скажет, что это неправильное решение. Знаете, есть такая фраза? Нет ничего более постоянного, чем временное. В общем, суть в том, что вот это временное, да, оно становится постоянным. И никак иначе. Потому что эта работа, она, тем не менее, занимает твое время, да, то есть она занимает твои мысли. Все равно, как ни крути, ты туда отдаешься. И это своего рода на какой-то момент оно меняет вектор твоих мыслей. И все равно, да, ты уделяешь время туда, но порой недостаточно этого. И ты в какой-то момент привыкаешь вот к этой подушке безопасности, думая, что это вот она тебя спасает. Да, то есть и не так торопишься, возможно, да, и так быстро идешь к этой цели своей. И это вот как раз-таки неправильно. И я могу сказать, что вот как раз-таки моя ситуация, она показательна. Нет никакой подушки безопасности. Особенно в найме. Это все замкнутый круг, который просто ни к чему хорошему не приводит. Ну, допустим, я думаю, многие понимают, что, в принципе, подушка безопасности и найм — это вообще абсолютно разные вещи. Пожалуйста, моя ситуация, меня уволили накануне Нового года. За пять дней до Нового года, чтобы вы понимали. Я не хочу, честно, сейчас рассказывать детали, вдаваться в подробности. Я не конфликтный абсолютный человек. Но лишь скажу, что за мной конкретно косяков никаких не было. Там, скорее, момент взаимопонимания, наверное, с руководством. То есть есть определенные моменты, которые для меня приемлемы, а которые для меня приемлемы. И, наверное, вот это и стало основным камнем предкновения. Но давайте не будем об этом. На самом деле я даже счастлива, рада, потому что это позволило мне как раз-таки ощутить вот эти мои мнимые подушки безопасности, что это полная чушь. А найм и подушка безопасности — это разные вещи. И нет никакой судьбы подушки безопасности. В любой момент тебя могут так же кинуть. В любой момент ты также можешь остаться без ничего. При этом ты тут же обнаружишь, что ты ненамного продвинулся в том, что ты хотел, понимая ту работу под подработкой. Поэтому тот момент, он очень важен. И, оглядываясь назад, я могу вам всем сказать, что это неправильное решение. Это абсолютно неправильное решение. Это вот такая моя первая новость, да, что я параллельно работала, подрабатывала, осваивала еще кое-что, да, вынуждена была это делать, как мне казалось. И сейчас вот, кстати, я уже, к счастью, не обремена этим и полностью отдаюсь именно продвижению Майгюру. Таких видео на моем канале теперь будем гораздо чаще. И что касается второй новости, она будет тоже у нас такая интересная. Я ухожу работать надо. Как я сказала ранее, я работала сразу после обучения в кабинете. Но, к сожалению, там тоже не все так хорошо. Кабинет находится на расстоянии. Расстояние от моего дома до кабинета приблизительно минут 25. Сейчас зима, и это не совсем удобно по времени. Но даже дело не в этом. Дело в том, что в последнее время также стали возникать напряженные моменты с обладателем. То есть меня перестали устраивать некоторые моменты в плане работы в этом помещении. Какие-то для меня абсолютно странные вещи. Меня не устраивающе начали происходить. И все это одно на другое. Я уже больше, наверное, полгода ищу помещение в центре. Мое, то есть помещение, которое сейчас арендуется, оно находится в пяти минутах от центра, по сути. Вокруг частный сектор. И в трех минутах где-то порядка там ЖК расстроившийся. Изначально, когда туда заезжали, как раз-таки настрой был на этот ЖК. Но позже выяснилось, что в этом ЖК в каждом подвесе есть по мастеру на дому. И, как правило, основная аудитория этого ЖК это молодые мамочки, семьи молодые, мамочки в декрете. И им даже удобно спуститься, допустим, к своей соседке на маникюр. Еще и дешевле. То есть это все. И все это рядышком. И этот, конечно, момент, он немножко такой был для меня нежданчиком. Но я, в принципе, могла бы рассчитывать на аудиторию центральную. Но вот этот момент недопонимания с арендодателем и в общем ситуации с этой в моей жизни, она, конечно, дала о себе знать. И я искала помещение в центре, прямо вот в центре, чтобы оно было. Но, к сожалению, я живу в городе, в котором спрос превышает предложение. Чтобы вы понимали, вообще сейчас на рынке у меня нету здесь в городе помещений, которые бы мне подходили. Пусть даже цена будет выше, да, я уже так смотрела. Но их просто нету. Для меня важно, чтобы помещения соответствуют требованиям. Это чтобы было окно, чтобы была вентиляция, чтобы была обязательно мокрая точка. Хотя то помещение, в которое сейчас арендуется, там не было ничего этого. Мы сами проводили мокрую точку с первого этажа на третий. Мы сами кратили там стены, приводили это все в нормальный вид и так далее. Даже это меня не смущает. Но сейчас даже нет помещений, в принципе, нормальных, соответствующих, вот хотя бы чтобы самим это сделать. Их просто нету. И уже больше полугода их нету. Поэтому меня это очень дико злит. Особенно, знаете, та ситуация, что буквально в 15 минутах от моего города есть соседний город. И там ситуация просто противоположная. Там, наоборот, предложения превышают спрос. И там помещение хорошее, можно арендовать от 7 до, допустим, 13 тысяч. Но, опять же, это время. Опять же, для меня это незнакомый город. Там меня никто не знает, я никого не знаю. И, конечно же, ну, это было бы глупо помещением. Я хочу там арендовать помещение. Хотя, честно признаться, один момент, один раз я об этом даже думала. Но, мне кажется, это глупо. Напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете. Но, мне кажется, что это не то, что мне нужно. И поэтому вот именно на этой основе, да, то есть на этом основании у меня родилась идея, уже, наверное, отчаяние, все-таки одну из комнат дома оборудовать вот кабинет и принимать клиентов на дому. Сначала это было такое, знаете, расплывчатое видение, но потом я как-то сформировала это село в своей голове, представила, как это будет выглядеть. И, в принципе, знаете, уже видя, да, вот эту картину, могу сказать, что это, мне так кажется, что даже, ну, кабинет, который я хочу сделать на дому, он будет порой выглядеть даже порой лучше, чем у кабинета у мастеров в салонах. Так, немножко объясню на дому, то есть, знаете, я читала отзывы даже, перед тем, как вот это все вот сейчас думала, думала, читала отзывы мастеров, то есть, кто как относится к этому, и нашла, то есть, популярную группу мастеров как раз-таки ответы на эту тему. И очень многие, знаете, мне так дико обидно, я до безумия не люблю слово домушницы. Вот, я лично, да, говоря про себя, не могу сказать, что я домушница. То есть, для меня это вообще понятие домушницы, это какое-то устаревшее для меня, когда вот такое слово домушница, я сразу вспоминаю, знаете, как раньше мастера, который пилит либо на гладильной доске в гостиной, либо там на кухонном столе на кухне. И вместо сухожара у нее печка. То есть, чтобы вы понимали, вот это для меня домушница. Я ни в коем случае не отношу себя к этой категории, я гордо могу сказать, что я мастер маникюра. У меня профессиональное оборудование, профессиональный стол, который сделан под заказ, именно маникюрник, со всеми размерами. Также оборудование, так же, заговорила, нет? В общем, оборудование тоже все профессиональное, то есть, да, аппарат, сухожар, все имеет сертификаты, соответствия и так далее. Стул клиента, стул мастер, это не просто табуретки или какие-то домашние, да, вещи общего обихода. Нет, это именно профессиональное полностью оборудование. Также дома у меня есть, в первую очередь, есть Wi-Fi, есть большой кинотеатр, телевизор-кинотеатр, с множеством каналов Кион, Мор, Подписки, Премьер, Интернет, Смарт-ТВ. То есть, абсолютно очень удобно, очень все доступно и хорошо. Также есть кофе, чай, кофемашина. В общем, очень много всего. Ну, то есть, скажем так, привычный, да, в салонах, как в студиях, сервис. Он здесь присутствует в полном объеме. И сразу оговорюсь, да, по поводу еще сравнения домушницы и так далее. В моем случае у меня нету посторонних запахов в квартире, нету посторонних людей в квартире, нету животных в квартире, рядом с людьми, когда я оказываю процедуру. И у меня это выглядит комфортно. Именно поэтому я не считаю себя домушницей. Напишите свое мнение в комментариях, как вы к этому относитесь. Но мне кажется, я достаточно доступна и достойна сейчас объяснила свою позицию. И, честно признаться, вот прям вот этот момент меня очень триггерит и очень неприятно обижает. Но, но, также я читала комментарии. Знаете, как такой один из аргументов в салонах мастеров против мастеров на дому? Многие писали мастерам, которые работают в салонах, так что вот мастера на дому, они не будут так тщательно соблюдать гигиену, то есть обработку инструментов и так далее. И вот, знаете, здесь я хочу, вот прям хочу дико, хочу поспорить, потому что у меня есть опыт определенный. Я вообще имею высшее образование. И я в своей профессии работала, ну, не в одном салоне, могу сказать сразу обидно. Я была администратором, и я видел со стороны всю эту кухню внутри в салоне, где мастера сами отвечали за стерильность инструмента. И у нас была ситуация в одном из салонах, когда пришла клиентка на маникюр, и девушка мастер просто взяла и засунула инструмент в крафт-пакет, и при этом крафт-пакет не сухожарила. И ей так не повезло, к ней на маникюр пришла медсестра, то есть медик. И она это увидела, она понимает крафт-пакет, и разнесла там все, грубо говоря. И я сама была в шоке, в диком, на что мастер сказал, «Да они стерильные, они стерильные, я их из дома взяла просто как бы без крафт-пакета, не упаковывала». А подготовить клиента не успела. В общем, чтобы вы понимали, вот такая ситуация. И здесь, на самом деле, мое мнение, все-таки все зависит от человека. Вот какой человек, и не важно, где он будет в салоне, он будет на дому, он будет и так далее. Но говоря за себя, я скажу так, я в первую очередь вообще не понимаю людей и мастеров, которые так халатно к этому относятся, потому что в первую очередь это все-таки здоровье мастера в том числе. И человек, который принимает на дому, ну, мое мнение, в 10 раз тщательнее будет следить за вот этими нормами санпина и так далее. Потому что все-таки это дом. Я думаю, вы поняли, о чем я хочу сказать. В общем, здесь я категорически не согласна с мнением мастеров, которые работают в салонах. Это абсолютно неправда. Вы знаете, на самом деле мне будет очень интересно послушать ваше мнение в комментариях. Потому что на сегодняшний день договор с арендателем я еще пока не расторгала. Я лишь готовлюсь к тому, чтобы переехать на дом. Докупаю определенные необходимые мне вещи в дом. Необходимые расходники. Это одноразовые тапочки, которые необходимы клиентам будут. На самом деле я все равно буду рада почитать ваше мнение в комментариях. Но хочу все же отметить, да, и попросить вас, уважать и мое мнение в том числе. Я не считаю это плохим, да. Я объяснила свою четкую, думаю, позицию в этом видео по поводу этого. Да, есть важный момент. Да, для меня есть понятие домушница, а есть понятие мастер маникюра. И не важно, где на дому это или это в салоне. В салоне тоже, поверьте, можно найти домушницу именно по отношению к своей работе. Знаете, здесь такой важный момент. Хочу привести, точнее рассказать вам одну интересную историю. Не так давно я узнала о том, что оказывается у меня соседка по лестнице площадки. Она мастер маникюра. Причем это такой, знаете, анекдот. Узнала я об этом случайно. Просто моя бывшая напарница оказывается была у нее на маникюре. И выяснилось, это вообще случайно, скажем так, потому что зашел вопрос о месте, где кто живет. И вот таким образом выяснилось, что она посещала мастера, мою соседку. И мастер, которая, да, моя соседка, у нее очень большой опыт. То есть там более 10 лет. Она работает на дому. При этом она делает только классический маникюр. Она не делает, у нее нет аппарата, она не делает ни комбинизм, ни аппаратный маникюр, только классиками. Принимает она на балконе. При этом балкон, я вообще не представляю, как они так помещаются все. Балкон достаточно узкий, стол маленький, естественно, стоит. И в летнее время, то есть у нее вообще нет вытяжки, она просто открывает ворточку, чтобы вся пыль летела туда. Это со слов даже вот девочки, которая у нее была напарница. В общем, суть такая. А педикюр делает на обычной стуле и табуретке. И знаете, что также хотела бы отметить, вместо сухожары в нее у нас перлен. И итоговое покрытие, которое я увидела на ручку у девочки, я была немножко даже в шоке. Потому что, во-первых, покрытие было далеко от кутикулы. То есть такое ощущение, что девочка проходила с этим маникюром уже как минимум неделю. И кроме того, оно было, само покрытие неровное. Такое ощущение, что при выравнивании просел материал и на это не обратили внимания. То есть все было как-то вот неровно. И знаете, самое интересное, что к этой женщине, к этой девушке, к соседке, к ней ходят просто очень много людей. Очень много людей и очень много клиентов. При этом стоимость ее маникюра равна на дому, опять же. Равна стоимостью, точнее, вру, у нее стоимость маникюра на дому больше, чем у меня. Да, моя стоимость на аренде в кабинете. Чтобы вы понимали, при этом даже мой маникюр новичка выглядит более чистым и более аккуратным, нежели чем ее маникюр опытного мастера на дому. Но при этом у нее очередь клиентов, можно сказать, и работает сарафанка. Вот это, знаете, такое для меня очень удивительное. Но в то же время, забегая наперед, да, об этом в следующем видео хотела рассказывать, скажу. Вот она истинная, знаете, миссия, да, истинная правда, как нужно привлекать клиентов. Нужно выделяться и нужно рассказывать людям. Не обязан клиент знать, что такое у вас при Лен. Не обязан клиент знать, да, вот об этих вещах. Хотя, честно признаться, хоть я все это говорю, я это вам говорю, как говорят преподаватели на курсах. Клиент не обязан знать этих вещей, да, вы должны это рассказывать. Но как человек, я все-таки скажу, клиент обязан это знать, как человек. Потому что в первую очередь это его безопасность. Поэтому тут такое, знаете, разделение понятий, наверное, да, и личных, внутренних ощущений. Для меня я была клиентом сама. Не часто, скажу сразу, но была. И это все-таки важный момент. И не важно, разбираешься ты в этом, или ты должна начать в этом разбираться. В нынешнее время, в которое мы живем, это очень такой важный, очень, очень приважный момент. Единственный плюс, знаете, который отметила девочка, которая была на маникюре у мастера-соседки на дому, это то, что у нее очень большая палитра гель-лаков. Но и гель-лаки, я так поняла, они, ну, малоизвестные, возможно, то есть китайские. И знаете, тут очень многие тоже такие споры идут. Вот у меня, допустим, продукция полностью сертифицированная. То есть я стараюсь брать популярные, известные марки. То есть, как правило, у меня в палитре есть гель-лаки люксио, премиум сегмента. Есть попроще, ТМ продукция, есть продукция Гретл, есть продукция Бьютикс, есть продукция ОНИКЮ, есть продукция бюджетная, то есть выборочные цвета, которые мне нравятся. То есть абсолютно разные гель-лаки, но единственное, что они все действительно брендированы и с сертификатом соответствуют. То есть есть у них, это такой очень важный момент. Но здесь, знаете, умения часто разделяются, и я могу сказать честно свое отношение к этому. Мне кажется, не столь важно, какой гель-лак у мастера, потому что важно, наоборот, больше важна основа. Чтобы хорошая была база, топ с цепкой, то есть вот это должно быть просто не подделки, не идеальные, не китайские, а хорошие именно продукты. Что касается гель-лаков, это, мое мнение, это лишь удобство мастера. То есть, да, есть китайские гель-лаки, которые, по сути, можно использовать, но здесь вопрос удобства. Некоторые из них, допустим, да, наносятся вместо одного слоя, в отличие от люксио, да, они будут наносить в четыре слоя. Здесь вопрос удобства мастера, как мастер к этому относится, потому что это все-таки время дополнительное, да, то есть, которое ты закладываешь, понимая, что у тебя такая продукция, например. Но критично как-то это не влияет на носку, в моем понимании, по крайней мере. Ну, я так думаю, я не пробовала, конечно, такую продукцию, но видя, слушая, со стороны, то есть, я критично чего-то в этом не вижу, по сути. Поэтому осуждать, допустим, мастеров за то, что они используют какие-то материалы такого момента, да, плана, не вижу смысла. Кстати говоря, одна из еще дополнительных причин, почему я хочу съехать с того вмещения, в котором сейчас арендую, это вопрос, хоть я сказала, что оно отдаленно от города, буквально там пять минут, но почему-то многие люди считают, что раз это уже не центр, то цена должна быть ниже. Так как у меня оборудование полностью профессиональное и материалы тоже, я для себя, ну, знаете, не считаю нужным, возможно, опускать цену ниже среднего. Почему? Потому что, ну, материал у меня, продукция, она премиальная и соответствует, то есть уровню, а есть определенный уровень. И работать себе в минус я не хочу. Мастера, которые работают на дому и покупают, допустим, китайские материалы, они, как правило, берут ниже. Хотя вот яркий пример, который я привела, еще раз повторюсь, девушка берет на дому больше, выше цена у нее, чем у меня в аренде кабинета. То есть, да, где я работаю, в кабинете я не буду. То есть, сам факт, парадокс, судите сами, тоже будет интересно ваше мнение в комментариях, как вы к этому относитесь. Но что есть, как бы, то есть, вот. Для меня это, конечно, все равно удивительно. Я сразу хочу также сказать, что я не планирую работать всю жизнь на дому. То есть, да, просто есть определенные цели. Допустим, у меня есть цель, я бы очень хотела, да, работать на дому, поднакопить определенную сумму. И прийти к тому, чтобы выкупить помещение. То есть, его купить, приобрести его в собственность. Нежилое помещение коммерческое, в котором ты будешь, я буду работать. И, знаете, это как вопрос, вот, есть момент аренды жилья, а есть ипотека. Вот приблизительно из этого же разряд, да, мы же понимаем, что выгоднее. Здесь то же самое. Тем более, что, как я уже сказала, в моем городе действительно беда с помещениями на аренду. Ну, а теперь вернемся к моему маникюру и моей работе, которую вы видите на видео. Здесь я уже снимаю блестящий слой. Вот. И подготавливаю, собственно говоря, ногти к гелю. К укреплению геля. Знаете, на самом деле, это, получается, у меня была одна из первых работ на канале, где я наращивала гелевые типсы. Котопёс дизайн. И вот там очень-очень плохие типсы у меня на самом деле. Потому что они как будто бы плоские. Я не знаю, они по форме мне просто не подходили. И сейчас уже работая, да, то есть углубляясь в это, я нашла идеальные для себя типсы. И они просто идеальные. Вы сейчас увидите это и в конечном результате. Да и сейчас это было видно, да, насколько вот даже после опила, какие сами по себе формы, даже типсы. И знаете, кстати говоря, многие говорят, что не любят гелевые типсы. Что якобы это не так прочь, не так носибельно. На самом деле это неправда. Если соблюдена правильная техника наращивания, то гелевые типсы, они носятся просто идеально. От коррекции до коррекции. И гелевые типсы, они хороши тем, что они просто реально намного экономят время. Экономят время, и ты можешь в заданное время, да, которое ты заняла, будь а чуть больше, там, допустим, при наращивании, там, на нижней форме, ты можешь это время потратить на дизайн, например, да. То есть при этом качество никак не страдает носибельностью качества ногтей. Мне кажется, это очень классно. А сейчас уже все больше и больше это приходит в массы. Все больше стараемся мы, мастера, доносить для людей, то есть клиентов, что гелевые типсы это не накладные типсы, как раньше, да, которые на клей приклеивают хорошо. Это все-таки немножко другое. Вот. И все больше и больше людей, как бы, к этому приходят и к этому относятся нормально. Вы знаете, как первое время раньше, что гелевые типсы, да, что за ужас, да, я сама, думаю, себе наращу. Нет, не нарастите, к сожалению, или к счастью, не знаю, но так не нарастите. Многие воспринимали раньше гелевые типсы, как вот эти, я говорю, старые накладные ногти, которые всегда были на клее. Это разные вещи. Тем временем я уже укрепляю ногтевую пластину. Здесь я работаю, кстати говоря, опцией. Это материал, который новый я тестирую. Здесь получается, я купила его, приобрела в магазине, достаточно популярный в ногтевом интернет-магазине. Ну и, точнее, есть интернет-магазин, есть офлайн-магазин. Я брала его в офлайн, и в Москве я ездила специально закупаться, это наилбокс. Мне посоветовала эта бельжа девушка-продавец, она сама мастер. И как вы для новичков сказали, просто идеально. Знаете, спустя время уже попробовала, я могу сказать, что не соврала. Реально, мастера-новички, кто еще там, да, пока еще не набил руку, берите. Просто опция, просто невероятное что-то. Она действительно не растекается, она действительно хорошая консистенция, что позволяет новичку без труда выстроить форму. Мне очень понравился данный гель. У меня он в двух оттенках. Она, видите, вот такой он розоватый. А есть еще темно-бежевый. Вот темно-бежевый просто потрясающий. Я его не брала здесь, но это прям моя любовь. Здесь я его не беру, потому что изначально, вот как вы сейчас видите, дизайн предполагался все-таки на двух ногтях светлый. Поэтому я не стала его брать. Взяла что-то сразу посветлее. У меня показываю на молочный цвет. Это база от Moon. Мне она, честно признаться, не очень зашла, потому что я, в принципе, не люблю молочные оттенки, потому что они очень сильно, скажем так, муторны в нанесении. То есть, потому что, чтобы не было поплежь, чтобы не было, да, этих просветов каких-то. Далее я беру Nail Passion от Король Ночи, черный цвет. И прорисовываю гирлянду, забегая наперед. Эта гирлянда будет новогодняя. Порисовываю ее тоненькой кисточкой. Ой, набучилась я с ней, не представляете, сколько. Долго я, конечно, ее тренировала, зарисовала тут так-то, всяк, стирала. Здесь, кстати говоря, видите, видно на пальцах, которые сейчас рисую, что есть небольшой затек с правой стороны. Забегая наперед, я позже его спилила фрезой. То есть, и все вышло аккуратно. Я думаю, что если в конечном результате вы это увидите. Просто я начала сразу рисовать, чтобы побыстрее с этим закончить уже наконец. Дело я уже поздно было по времени. И поэтому не сразу выпиливала. Задумка у меня была вот с гирляндой. Это светоотражающий гирлак у меня. Кстати говоря, гирлак я покупала на ВБМ. Вот, очень такой классный, недорогой, но при этом действительно очень классный. И наносится хорошо. Наносится в два слоя. Первый слой только подложка идет, второй слой именно прям основной. В два слоя просто идеально. И посмотрите, даже уже в результате, то есть он прям сверкает. Прям реально сверкает. За такую стоимость, конечно, это просто подарок. Что не говори. Прошу простить меня за беспорядок на заднем плане. Это творческий беспорядок. Я всегда, когда рисую, у меня там краска, там краска. У меня постоянно такой творческий беспредел, так сказать. На самом деле, вы знаете, идею, кстати говоря, я нашла в Пиндерест. Мне там очень нравится. Иногда подглядывать такие какие-то, знаете, наброски, да. Я все равно это делаю по-своему. Ну, скажем так, взяв за идею то, что сейчас популярно, то, что сейчас, скажем так, смотрят люди, да, что нравится по сохраненкам и так далее, по количеству сохранений. Здесь я прорисовываю основание гирлянд. Кстати говоря, напишите, пожалуйста, и в комментариях, если вам интересно, я покажу вам кабинет. Расскажу, что как. Покажу, какой он был до, какой мы его сделали, что сейчас там есть. Если кому-то это интересно, вообще вот про такую сторону посмотрите, именно как аренда кабинета. Далее мне необходимо было создать круглые фонарики. Здесь я показываю, чем я создаю. Дело в том, что у меня есть основание от кисти без ворсинок. Вот именно им я и создаю ровные шарики. Изначально я пыталась сделать кистями. Кистью, точнее, тоненько им вирсовать шарики. У меня, в принципе, получалось, но разница была в том, что в размерах они были прям критично разные. Поэтому я решила это сделать с основанием кисти, чтобы оно было тоненькое. Сейчас я беру несколько оттенков для того, чтобы разукрашивать шарики гирлянды. Смешиваю я их с топом, чтобы они были чуть-таки прозрачные на белом фоне. И наношу на гирлянду. Зеленый салатовый цвет. Это цвет от Louis Philippe. Их коллекция. Он неоновый, очень красивый. Здесь я показываю как раз-таки результат. Показываю на кутикулу. Мне пришлось спиливать, скажем так, основание у двух пальцев. Два пальца я закосячила. Пришлось спиливать эти два пальца у кутикулы. То есть то, что показалось, затеки были. Из-за этого пострадала немножко кутикула. Видите, она немножко такая ободранная. Пришлось это все исправлять. Я дальше взяла фрезу, масло. То есть и начала почистить, почищать кутикулу. Вот здесь видно, как я капаю масло. Масло, кстати, у меня домикс, по-моему, да. То есть очень приятное такое. Наверное, запах и аромат очень приятный. И далее я шлифовщиком прохожу и пытаюсь зашлифовать кутикулу. Забегая наперед, по факту у моей ситуации это было настолько бессмысленно. В итоге я взяла просто пилку и дошлифовала пилкой. Сейчас на видео вы видите результат. Также я наклеила слайдер туда. А Гоча, не знаю, мне так показалось, что он очень классно пишется. Потому что сверху такое пространство большое осталось на бежевом фоне. Как будто бы оно так и хочет, чтобы его что-то заняло. И вот я продумала сделать так. Думаю, что напишите в комментариях, как вам маникюр сделали бы вы себе такой. Насколько оцениваете. Будет интересно послушать ваше мнение. Если вы не мастер, а клиент, то интересно, сколько бы отдали за такой маникюр. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рада честному мнению. Субтитры создавал DimaTorzok